Всем привет! Часто задают вопрос, типа, как починить мой плейс? Появились какие-то странные менюшки, какие-то сообщения о донатах и так далее. Мы их не заказывали, мы их не делали, и они появились в нашем плейсе сами по себе. На что взломали? Ну, ребята, если вы из тулбокса тащите вещи без разбору в свой плейс, то рано или поздно вы столкнетесь с такими ошибками. Вот я сейчас накидал случайные предметы, случайные модели из тулбокса, и сейчас мы это запустим и посмотрим. Но перед тем, как запустим и посмотрим, первый же совет, что делать, если вы работаете над игрой, которая для вас очень важна. Делаете каждый день файл, save to file as, и ставите, например, версию. Вот это у нас начальная версия, добавляем, допустим, 0. Завтра, если вы проработали в игре, вы добавляете туда единицу и так далее. Файлы очень мало занимают роблоксовские, но вы всегда сможете вернуться к версии за прошлый день, например, или за прошлый раз. Можете сохранять под новыми именами каждый час, если хотите. И речь сейчас идет не об автосохранении, потому что если вы наделали каких-то проблем в вашем плейсе, то в автосохранении роблоксовском они тоже сохранятся. Итак, нашему тулбоксу. Может, что-нибудь еще кинуть? Ладно, хватит. Давайте запустим и посмотрим, как бороться с проблемами из тулбокса. Так. Появляется окошко. Ребята, мне это... Ну, я, в принципе, по картинке я понимаю. Нажимаем output, смотрим на наше окошко, видим, что какая-то фигня тут идет. Останавливаем. Поняли, как я сделал view и показал output, чтобы видеть это окно. В роблоксе сделано так, что если какой-нибудь скрипт печатает на экран, во-первых, мы сразу видим по цвету зеленый цвет, это значит скрипт находится на серверной части, если голубого цвета, то это значит локальный скрипт. На любую строчку, которая напечатана, кликаем, и нам открывают тот скрипт, из которого идет этот вывод. Смотрим, что это за скрипт. Я не могу понять, что это за скрипт, не могу его найти, у меня тут миллион скриптов. Что мы можем сделать? Самое простое. Можно сделать вот так. Правая кнопка и выбрать show in explorer. Значит, показать в проводнике. Вот мне сразу показали, к чему это имеет отношение. Я выделил родительский. Ага, это робот какой-то. Окей. Мы решаем, если этот робот нам нужен, то мы можем, ну, просто удалить этот ненужный принт. Так, еще раз кликаю. Вот мне показывают. Вот мне сразу показывают строчку, где идет печать. Я могу ее закомментировать, конечно же. Так, давайте попробуем запустим еще раз. В принципе, это не ошибка, это тормоза. Так, вот видно уже какой-то сет. Не найден. Давайте кликнем на него, посмотрим, где не найден. Так, вот нам показывают. Вы поняли, что да? Я на красную строку с ошибкой кликнул. И мне показывают, что нет вот такого звука. Jingle. Можно исправить, можно свой ассет сюда поставить. Можно удалить этот donation board с вашего place. Так, ну давайте мы его удалим. Давайте запустим еще раз. Принцип вы поняли, наверное. Но, как я лично пользуюсь Toolbox'ом? Я Toolbox'ом никогда не пользуюсь для того, чтобы взять из него полностью готовые модели. Меня интересуют максимум текстуры и какие-то парты, там, меши, может быть. Так. А что, глюки исчезли? Все глюки были в этом роботе? Ну давайте еще накидаем. Нет, давайте уже не накидаем. Я вам показал примерно, как кликая в окошке Output, вы можете сразу увидеть источник вашей проблемы. А вот мы видим, например, такую проблему. You must publish displays, чтобы получить доступ в Datastore. Это уже моя ошибка. Видите, мы здесь получаем доступ к службе Data Store Service. И действительно, чтобы наша игра с ним работала, нам нужно игру не просто сохранить, а еще сделать паблиш. Понятно, это мы можем исправить. Вот, у меня здесь ошибка такая. Гуманоид не является членом этой детали. Вот мы смотрим. Так, я опять не вижу, где у меня находится этот скрипт. Нажимаем правой кнопкой Show in Explorer. Вот, мне его показали. Теперь я могу увидеть. Так, ссылаемся на Parent Barrel. Да, здесь никакого гуманоида здесь, в принципе, нет. Так, ну, можно сразу удалять этот скрипт. Это опять этот робот глючный. Вот этот. Можно попытаться исправить. Но, ребята, если вы смотрите в скрипты вашего какого-то робота или еще кого-то, если вы не понимаете, как они работают, ребята, я вам просто не советую их ставить. Так, как я пользуюсь Toolbox? Допустим, я поставил... Допустим, мне нужна вот эта моделька этого робота. Что я делаю? Я пользуюсь шикарной штукой, которая есть в роботе. Нажимаем Ctrl-Shift-X. Или же прям кликаем мышкой сюда. В Explorer вверху есть строчка для фильтра. Пишем, например, скрипт. Я написал сейчас букву S. Она мне показывает все детали, у которых тип детали или в названии детали есть буква S. Так, скажи скрипт. Скрипт мне показали все скрипты, которые есть у нас вообще на Place. Видите, а все остальные детали не видно. Можно теперь по одному открывать скрипты, смотреть, что за скрипты. Почему локальный скрипт у меня находится здесь? Ну ладно, это у меня Tool. Так, так что для клонирования это все нормально. Так далее. Итак, мы видим только нужные скрипты. Если нам нужно увидеть все меши, мы можем написать меш. Видим все меши. Очень удобно. Можем выбрать, например, фальшивое колесо. Можно выбирать. Помните, какой кнопкой быстро переходить на ту деталь в вашем Place. Кнопка F. Английский язык. Выбираем так. А это что за меш? А это что за меш? Ага. Понятно. Так. В общем, фильтр удобная штука. Если у вас есть еще какие-нибудь лайфхаки, то напишите в комментариях, как можно тоже быстро находить проблемы или что-то подобное. Так вот, я возвращаюсь к тому. Опять ввожу скрипт. Допустим, я набрал кучу деталей, которые мне интересны. Кучу моделек. Я теперь просто отфильтровал их по слову скрипт и иду и удаляю ненужные мне скрипты. Причем, вы знаете, можете импортировать, можете проверять модельки из Toolbox не в вашем игровом Place, где вы делаете игру, а сделайте отдельный Place, где вы все это можете тестировать. Так, ну давайте, много там мне еще этих скриптов, я их удаляю. Так, здесь, если я выделю, я не могу здесь выделять все, чтобы удалить сразу все скрипты, потому что мне показывают еще их родительские модели, родительские парты. Поэтому давайте я доудалю, доудаляю и запустим, посмотрим. Конечно, некоторые модели могут развалиться буквально при запуске, потому что некоторые скрипты проклеивают, сваривают детали друг с другом изнутри скрипта программно. Меня это не волнует. Так, я уже лишнего что-то удалил. Но не важно, я вам говорил, что меня волнует только модели и текстуры. Которые я хочу использовать в каких-то экспериментах. Так, ну уже к концу подходим. Еще раз говорю, что если есть какие-нибудь лайфхаки интересные. Лайфхаки какие еще могут быть? Например, смотрите, вот мы кучу скриптов открыли. Во-первых, изучайте горячие клавиши. Как быстро, не кликая мышкой, а как быстро что-то сделать. Например, если у вас очень много скриптов открыто, вы уже одну вещь, я вам рассказал, что если мы правой кнопкой нажимаем на этом скрипте, мы можем показать его в Explorer. Он сразу нам показывает, на него курсор переводит. Это здорово. Но также есть следующее. Close скрипт. Это он текущее окошко закроет, как будто нажмет крестик. Ctrl-V, кстати, для этого есть. Давайте нажмем. Закрыло. Так. Закрыть другие скрипты. Это означает, что вот вкладка с этим скриптом останется на экране, а все остальное, что здесь у нас наоткрыто, наоткрывали мы, оно все закроется. Close other scripts. Все закрылись. А если мы их наоткрываем еще, можно закрыть сразу все. Но я этим, честно говоря, не пользуюсь. Правая кнопка закрыть все скрипты. Сразу все крестики нажались на всех открытых скриптах. Окей. Так. Я наудалял уже скриптов. Давайте запустим. Может быть уже меньше будет ошибок. Так. Ну, я не удалил. Так. Давайте этот джингл удалю. Так. Ну, в принципе, все. Ошибок по скриптам я не вижу. Пишите сами скрипты. А если используете чужие скрипты, то постарайтесь разобраться в этих скриптах, как они работают. На этом все. Ставим лайки, подписку, колокольчики. Всем рассказываем. А свои заказы на темы, про которые рассказать уроки, оставляйте в комментариях. Пока.